Одним из показателей того, что вы неправильно верите, являются отравляющие эмоции. Верно? Такие как страх, чувство вины. Вы не можете сказать, что вы неправильно верите. Вы даже можете думать, что все в порядке, вы правильно верите, но когда у вас есть эмоции страха, чувства вины, сознайтесь в этом. Боже, Отец, мы поклоняемся Тебе сегодня на этой передаче. Господь, мы приносим это перед Тобой. И мы почитаем Тебя этим, Отец. Я прошу Тебя сегодня, когда мы будем обращаться к Твоему Слову, когда мы будем смело приступать к Твоему Слову, Я прошу Тебя, чтобы Ты дал нам благодать и дал нам глаза, которые видят Иисуса, уши, которые слышат Его голос, голос нашего доброго пастыря, и сердце, которое понимает, кто мы в Иисусе и кто Иисус в нас. Мы поклоняемся Тебе и мы прославляем Тебя сегодня во имя Иисуса. Аминь. И послушайте меня, мы с вами ожидаем это, потому что сегодня и всю эту неделю мы имеем благословение и честь принимать в гостях на передаче «Победоносный голос верующего» пастора Джозефа Принца из Сингапура. Добро пожаловать. Спасибо за приглашение. Это благословение. Спасибо брату Копланду и сестре Глории за эту честь. Безусловно. Буквально несколько дней назад я разговаривал со своим дедушкой. Я сказал ему, что вы сейчас здесь, и я никогда не просил дать мне записать передачи или пригласить на них какого-то гостя, но я почувствовал, что в этом был Господь. Я просто сказал, пастор Джозеф здесь. Я знаю, что он любит вас, я знаю, что он любит ваше служение. И я хотел, чтобы наши телезрители, наши партнеры знали, что вы являетесь партнерами уже долгое время. Я знаю, что это служение было благословением для вас. И я знаю, что ваше служение было благословением для них. Поэтому дедушка сказал, тогда за дело. Хорошо, за дело. За дело. Поэтому всю эту неделю на этих передачах мы будем вместе обращаться к Слову Божьему. И те из вас, кто не знает, возможно, последние несколько лет вы прятались где-то в пещере. Пастор Джозеф является пастором церкви «Новое творение» в Сингапуре, этой потрясающей, растущей, преуспевающей церкви. Я хотел, чтобы вы рассказали нам немного о церкви. И также у нас есть несколько фотографий нового здания, которым благословил вас Господь. И расскажите нам, что там происходит. Что ж, год назад мы переехали в наше новое здание, строительство которого заняло у нас около пяти лет. Оно называется «Звезда». И мы работали вместе с магазином розничной торговли, поэтому на нижних этажах расположены магазины. А мы располагаемся на верхнем этаже. У нас весь зрительный зал. Как вы можете видеть на экране, это наше здание. Зал для концертов и собраний «Звезда». Для событий, мероприятий, которые проходят в Сингапуре. Поэтому мы также можем сдавать его в будние дни и зарабатывать деньги на мирских организациях. Это красивое место, да. Давайте посмотрим и на другие фотографии. Я хотел, чтобы все увидели. Прокрутите их немного. Что мы здесь видим? Полагаю, это все еще здание снаружи. Да, это здание снаружи. Я думаю, люди смотрят на это и думают, это реальное место. Это реальное место. Это уже существующее здание. Вау. Хорошо. Красиво. Это вечером. А это внутри. Да. Звезда, сам зал. За Иисусу. Посмотрите на это. Это моя церковь. Это наше рождественское собрание. Да. Да. Я уже скучаю по дому. Я знаю. Что ж, мы очень благословлены возможностью принимать вас сегодня у себя в гостях. Я знаю, что вы уже месяц находитесь в Соединенных Штатах. Да, месяц. Месяц. Я знаю, что у вас было здесь плодотворное время. И вы уже, наверное, готовы вернуться домой к своей красивой жене и двум красивым детям. Мой годовалый сын, он учится говорить новые слова, которые я пропустил, пока был здесь. И это как рывок в развитии. Да. Ты знаешь, как оно в таком возрасте? Я уже готов ехать домой, чтобы быть со своей семьей. Вы пока еще не дома. Последний залп здесь. Давайте прямо здесь это и сделаем. Пастор, я хочу сказать это перед тем, как мы перейдем к Слову Божьему. Я знаю, что вы получаете много свидетельств от многих людей. Я читал вашу последнюю книгу «Сила того, когда вы правильно верите». И там так много свидетельств, одно за другим. Но у меня в действительности не было возможности поделиться с вами или публично рассказать мое личное свидетельство о том, как Господь повлиял на мою жизнь, на жизнь моей жены Сары, на нашу семью, на наше служение через то, что Он через вас сделал. Это то, что действительно вырисовало курс нашего служения. В 2009 году я готовился к проповеди. Мой папа был в отъезде, и он попросил меня проповедовать в церкви в воскресенье. И я подготовил проповедь, сел, посмотрел на нее и подумал, это скучно. Я знал, что если мне было скучно готовить ее, тогда людям будет скучно ее слушать. И в тот день, когда я готовился, я услышал, как это поднялось у меня в сердце. «Просто проповедуй Иисуса». Замечательно. Я, по сути, даже не знал, что это значило. Я подумал, хорошо, что ж, звучит отлично. Что я буду говорить, о том или об этом? И он сказал, «Просто проповедуй Иисуса». Я был обеспокоен тем, насколько я плохо был к этому подготовлен, но Господь, знаете, Он великодушен, Он милостив, и Он помог мне с этим. И то, что, как я думал, было проповедью, мы с моей женой и Сарой осознали, что это является нашим служением. И мы нашли себя в первой главе послания Колоссяна. Мы сказали, «Его мы проповедуем». И именно это мы и нацелились делать. И буквально спустя пару месяцев после этого, конечно, я знал о вас, но я не так много слушал ваши проповеди. И мы наткнулись на вашу телепередачу. И во мне поднялось то же самое. Я сказал, «Вот оно». Вот что я должен делать. Просто проповедовать Иисуса. Я спросил у Господа, «А как насчет того, чтобы проповедовать об исцелении?» И Он ответил, «Проповедуй Иисуса, и смотри, что будет». Аминь. Как насчет того, чтобы проповедовать о преуспевании? Он ответил, «Проповедуй Иисуса, и смотри, что будет». Поэтому вы можете себе представить, о чем мы будем говорить на этой неделе, об Иисусе? Об Иисусе. Вы можете повести нас Слово Божье? Да. Давайте это сделаем. Знаете, я думаю, что в Слове Божьем лучше всего начать с пятой главы Послания к римлянам, говоря о силе того, когда вы правильно верите. Когда мы приходим к пятой главе Послания к римлянам, мы находим там... Пятая глава очень драгоценная. В ней так много истин, которую мы всё ещё перевариваем и которыми питаемся. Я думаю, что даже за нашу жизнь здесь, на земле, мы не сможем постичь всего, что есть в пятой главе Послания к римлянам. Если вы откроете пятую главу Послания к римлянам, 19 стих, там говорится, «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными». Многие. Многие. Хорошо? Итак, мы видим здесь, что грешники являются грешниками не потому, что они грешат. Они являются грешниками из-за непослушания одного человека. Грех Адама сделал их грешниками. Поэтому они грешат, потому что они грешники. Верно? также послушанием одного, а именно последнего Адама, Иисуса Христа. Хорошо? Его послушанием сделаются праведными многие. Итак, суть в следующем. Вот в чём сущность этой войны. Дьявол хочет, чтобы мы фокусировались на своей праведности или её недостатке. Верно? Он хочет, чтобы мы фокусировались на том, достаточно ли мы праведны, достаточно ли мы послушны, достаточно ли мы святы. И даже когда вы пытаетесь быть святыми, он говорит, что этого недостаточно. Знаете, когда вы изучаете Писание, вы говорите, «Тот и тот изучает по пять глав», а вы изучаете только по две главы. Вы изучаете по пять глав, а кто-то изучает по десять глав. Вы молитесь один час, а кто-то молится три часа. Вы также указываете пальцем на себя. Даже когда вы поступаете правильно, он будет указывать на вас пальцем, этого недостаточно. Когда вы поступаете неправильно, конечно, он говорит вам, что это неправильно. Верно? Поэтому дьявол всегда вас чем-то занимает. Но 10 глава 2 Коринфянам 4 и 5 стихи «Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение. И, смотрите дальше, пленяем всякое помышление. Послушанию Христа. Не нашему послушанию, а послушанию Христа. Поэтому сущность этого воинствования, этой войны — сфокусировать наши мысли на послушании Христа. Верно? Дьявол хочет, чтобы они были сфокусированы на вас. Но Господь хочет, чтобы наш фокус был на послушании одного человека, на послушании того человека, который сделал нас праведными на кресте. Верно? Он послушался Бога на кресте. Это одно действие, которое сделало нас праведными. И суть в следующем — что-то удивительное — тело Христова. Я вижу, что мы проповедуем грешнику, вы не можете сделать ничего хорошего или праведного, что могло бы аннулировать тот факт, что вы грешник. Верно? Разве мы не проповедуем этого? Конечно. Мы говорим людям, раз вы являетесь грешником, пока вы не родились свыше, вы можете делать хорошие вещи, вы можете отдавать на благотворительность или ещё что-то. Но это не может аннулировать тот факт, что вы грешник. Но теперь, когда Христос, Его послушание, сделал нас праведными, мы за один день можем аннулировать эту праведность. Да? Но другими словами, вы можете быть праведными утром, а вечером уже неправедными, а потом до наступления ночи снова стать праведными. Что-то не так. Что-то не так. Что-то не так. Мы не придаём ценности тому, что совершил второй Адам. Мы возвеличиваем то, что сделал первый Адам. То, что он совершил, было настолько сильным, что мы не можем аннулировать тот факт, что мы грешники. Но получается то, что совершил Христос, мы можем аннулировать. Поэтому я думаю, что здесь практически начинается осознание того, что праведность... И Библия говорит о послушании. Я верю в послушание. Павел говорит о послушании в первой главе Послания к Римлянам. В 14 главе Послания к Римлянам он говорит о послушании так. Покорение вере. Это когда вы правильно верите. Это незаконическое послушание. Фактически, когда вы правильно верите, например, вы верите, что послушание одного человека сделало вас праведными. Верно? Так вы верите правильно. И когда вы правильно верите, это всегда приводит к правильной жизни. Просто проповедовать с кафедры о правильной жизни, это не обязательно будет приводить к результату. Я вырос в церкви, в которой я принял спасение, когда был ещё очень молодым. Моя тётя привела меня ко Христу. И с тех пор, как я спасся, я слышал проповеди, много проповедей. Фактически, я помню, как слышал проповедь о завершённой работе. Они все о том, что вам нужно делать. Хорошо, о правильной жизни. Но я могу видеть, что среди людей, слушающих проповедь, не так уж много живущих правильно, но люди искренни. Я действительно исхожу из того, что я верю, Джереми, что тело Христово не ищет возможности грешить. Они ищут возможности выбраться из греха. Да, верно. Я не смотрю на них негативно. Я думаю, что нам также пора осознать, что, подобно тому, как Иисус видел толпы людей, в Евангелиях Библия говорит, что, когда Иисус увидел толпы людей, Он сжалился над ними, потому что они были рассеяны, они были изнурены, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда как, когда мы смотрим на толпы людей, что мы видим? Они рассеяны, потому что им не хватает дисциплины. Они изнурены, потому что они просто непослушны. Вы понимаете, о чём я говорю? Разве не так мы смотрим на толпы людей? Иисус не смотрел на них таким образом. Он видел их, как овец, не имеющих пастыря. И затем Библия говорит, и Он начал учить их много. Исходя из сострадания к ним. Да. Они из чего-то ещё. И питать их, а не бить их. Да. Понимаете? Поэтому я исхожу именно из послушания одного человека. Да. Я слышу, как вы это говорите, и это является основной темой, проходящей через ваше служение, особенно в вашей книге, «Сила того, как вы правильно верите». И что это желание, которое у нас есть, и это правильное желание. Жить жизнью, которая приносит славу Богу. Это правильное желание. Которая отделена. Искренне. Именно это и является определением слова «святость». Вы отделены. Но вопрос в том, где вы берёте силу это делать. Да. Потому что если вы будете делать то, что мы уже долгое время делали, а именно полагались в этом плане на свою собственную силу, мы были разочарованы. Поэтому чем Господь даёт вам служить, и я хочу, чтобы вы ещё раз это повторили и развили это, когда вы правильно верите, это приводит к правильной жизни. Аминь. Если мы посмотрим на пятую главу послания к Галатам, мы видим плоды Духа. Верно? В пятой главе послания к Галатам Павел учит Духом, давая разъяснение о плодах Духа, список которых вы находите там в пятой главе. Верно? Итак, у нас есть плод же Духа, любовь, радость, мир. Это 22 стих. Верно? Долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость. Заметьте, это названо плодом Духа. Хорошо? И предыдущие стихи, 19 стих, «Дела» — это не названо плодом плоти, это названо делами плоти. И что такое дела по сравнению с плодом? Дела являются результатом усилий. Плод является результатом жизни. Верно? Да. И первые четыре главы послания к Галатам Павел говорит о законе и благодати. Законе и благодати, законе и благодати. А в пятой главе он говорит о том, что если вы под благодатью, плодом будет любовь, радость, мир, даже самоконтроль, воздержание — это плод. Да. Задумайтесь об этом. Понимаете? Но если вы под законом, то дела плоти — это прелюбодеяние, блуд, горечь, непрощение, колдовство — всё это дела плоти. И мне нравится иллюстрировать это следующим образом. Если вы посмотрите на Израиль, когда они вышли из Египта в пасхальную ночь, они были нагружены золотом. Да. Верно? Но у них не было искушения. У них не было никакого желания делать золотого тельца. До Красного моря они не были искушаемы. Перейдя Красное море и оказавшись на другой стороне, они не были искушаемы. На всём пути до подножия горы Синай они не были искушаемы, пока они не подключили дела. Верно? Да. Действуя из лучших побуждений, как ты, Джереми, сказал, искренне, они собирались делать всё то, что Бог сказал. Но они не осознали, что это было заявление гордости. Всё, что сказал нам Бог, мы исполним, мы сделаем. И это звучит замечательно. Это звучит хорошо. Это звучит замечательно. Но в еврейском тексте дословно сказано так. «Колошер дибер адонай насаех». Насаех звучит подчёркнуто. «Мы можем это сделать». Да. Они ещё даже не слышали десяти заповедей. Но они сказали Богу, «Мы можем это сделать». И как только они сказали, что они могут это сделать, Бог изменил свой тон. Бог сказал им, «Моисей, скажи им, чтобы они не приближались». Бог никогда не говорил таким тоном. Вдруг появилась какая-то дистанция. Понимаете, с Египта Бог шёл вместе с ними через Красное море и дальше в столпе облачным днём и в столпе огненном ночью. Но вдруг Бог изменил свой тон. Почему? Человек слишком положился на свою собственную праведность. И Бог вывёл израильский народ не потому, что они были хорошими, благими, а потому, что Он был благим. Не потому, что они были верными, а потому, что Он верен. Это основывалось на завете Авраама, Исаака и Иакова, который является безусловным заветом. Верно? Ну, подножье горы Синай, в сущности, когда они сказали эти слова, «О, Господь говорит, что мы можем это сделать», они фактически обменяли заветы. Это было почти как «Бог не поражай нас, не давай нам большую оценку, основывайся на своей благости, но основывайся на нашей благости». Основывайся теперь не на своей верности, а на нашей верности. Мы можем это сделать. И как только они так сказали, Бог изменил свой тон. В следующей главе Бог дал им 10 заповедей. Верно? Что в результате? Вы видите золотого тельца. У них всё это время было это золото. Египет рассчитался с ними. За все годы рабства плюс проценты. Верно? Но заметьте, они до этого не использовали это золото таким образом. Да. Но как только они поместили себя под закон, сила греха — закон. Первое послание Коринфянам, 1556. Как только они поместили себя под закон, они нарушили самую первую заповедь, «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Это был золотой тельц. То, о чём они никогда даже не думали. Это никогда не было искушением, никогда даже не было логичным для них. Да. И вдруг вы говорите о силе того, когда вы правильно верите. Что ж, это будет неправильной верой? Да. Я могу это сделать. Я могу это сделать? И ребенок бы сказал это так. Я могу это сделать без щел meine помощь. Что смешно и забавно, когда это говорит маленький ребенок. Да. Но это не так смешно, когда это мы с вами говорим Господу, «Я могу это сделать», когда мы явно не можем. Но что-то, что никогда не было для них искушением, вдруг… Да. Я смелюсь сказать здесь следующее. Я думаю, что есть верующие, которые, будучи уже верующими, совершали некоторые грехи, которые они никогда не совершали, будучи грешниками. Но после того, как они пришли в церковь, некоторые искушения вдруг стали действительно сильными. Я думаю, они должны проверить, как они верят. Знаете, одним из показателей того, что вы неправильно верите, являются отравляющие эмоции. Верно? Такие как страх, чувство вины. Вы не можете сказать, что вы неправильно верите. Вы даже можете думать, что всё в порядке, вы правильно верите. Но когда у вас есть эмоции страха, чувства вины, сознайтесь в этом, где-то есть неправильная вера. Ведь почему вы испуганы? Есть неправильное мышление. Почему есть неправильное мышление? Есть неправильная вера. И очень часто неправильная вера является результатом неправильного слышания. Читая вашу книгу и слушая то, что говорит через вас Господь, вы помогаете определить те вещи, которые нам нужно видеть правильным образом, видеть так, как видит их Бог, и затем видеть то, чего мы не видим. И на этих передачах в течение этой недели я хочу, чтобы мы коснулись этого. Но одним из базовых мест Писания для этого является 12 глава Римлянам, 1 и 2 стихи, которые говорят о том, чтобы мы не сообразовывались с этим миром. Да, верно. Но преобразовывались, конечно. Сообразовываться просто означает приобретать внешний вид, который не отражает того, что происходит внутри. Но преобразовываться значит позволить тому, что внутри, выйти наружу. И он говорит делать это через обновление нашего разума. Что будет означать, что вы удаляете то, чему там не место, и вкладываете туда то, чему там место. Превосходно, да. Помогите нам определить некоторые из этих вещей. Вы говорили о некоторых признаках. Страх, чувство вины, осуждение, беспокойство, депрессия. Давайте займемся обновлением. Давайте кое-что удалим сейчас перед тем, как вложим туда то, чему там место. Помогите нам определить кое-что из того, чему там не место. Я упоминал о них. И ты только что очень красноречиво упомянул обо всех этих вещах. Понимаете, сообразование с этим миром — это не просто то, как вы одеваетесь, или длина ваших волос, или ваш макияж, какой его слой. По-вашему, это неправильно женщине пользоваться косметикой? Я думаю, если вашему лицу нужен макияж, делайте его. Вы понимаете, о чём я говорю? А как много макияжа, по-вашему, нужно женщине? Всё зависит от её лица, понимаете? Давайте не будем устанавливать никаких правил или закон. Мир — это не это. Мир — это гордость, пухоть очей, пухоть плоти. И заметьте, что Слово Божие говорит об этом мире. Не сообразуйтесь с веком с ним. Оно говорит, не любите мир, ни того, что в мире. Кто любит мир, то нет любви отчей. Не любви к Отцу, а любви Отца. И большинство людей думают, что люди сообразуются с миром, потому что они недостаточно любят Бога. Но что говорит Бог? Если вы правильно это прочитаете, что в том нет любви Отца. Тот человек не знает, как сильно он любим. Никто не проповедовал ему, никто не рассказал ему о том, как сильно он любим. Нет. Мы все проповедуем любовь к Божию. Но я думаю, что мы не постигаем глубину, долготу, ширину и высоту. И наши проповеди всегда как смесь «да, Бог любит вас, но, да, Бог любит вас, но». Представь, что ты поступаешь так со своей женой. Легко любить Сару, но представь, что ты поступаешь с кем-то другим. В таких отношениях никогда нет чувства безопасности. Верно? Поэтому если мы дадим людям чувство безопасности и уверенности, я верю, что они не будут любить этот мир. Я чувствую, что именно это и должно звучать, не только на этих передачах, но и в мире, что Отец так сильно, страстно любит вас. И это звучит настолько просто, и это так просто. Это красиво просто. Аминь. Но именно тогда вытесняется страх. Именно это я и хочу, чтобы происходило на этих передачах по мере нашего продвижения вперед на этой неделе. Мы будем обращаться к Слову Божьему. Но есть одно, на чем бы я хотел, чтобы вы остановились больше всего, а именно. Вы любимы вашим Небесным Отцом. Вы любимы Господом Иисусом. Но я хочу, чтобы именно в это мы и начали погружаться, потому что это будет уничтожать неправильный образ мышления. И у нас осталось буквально пару минут. Что, по-вашему, поможет нам начать движение в данном направлении? Мы удаляем то, чему там не место, и вкладываем то, чему там место. Речь идет о нашем разуме. Мы хотим видеть все так, как видит Бог. Как бы вы могли подытожить это сегодня? Я думаю, мы будем говорить на этой неделе о многих вещах, о том, что Бог не рассержен на вас, и этому не придавалось особое значение. И чувство Божьей любви, например, увязано с тем фактом, что есть неправильная вера в таких многих сферах. Я заметил, мы говорим, что мы люди Слова Божьего. Но затем, когда звучат эти слова, даже сама благодать, просто удивительно, как... Брат Джерри Савелл очень хорошо это сказал. Мы — люди любимых мест Писания. Нам нужно быть открытыми на этой неделе ко всем этим новым аспектам познания. Знаете, я по-прежнему учусь, и ты тоже. Давайте как можно больше узнаем о Божьей благодати, потому что суть Нового Завета не в нас. Суть в Иисусе. В Иисусе. Аминь. И я так рад этому. Если бы суть была в нас, всему Божию давно был конец. Послушайте, суть не в вас, суть не в том, что вы сделали или чего не сделали, суть в Иисусе, в том, что сделаете... Хорошо, давайте вернёмся к пятой главе Послания к Римлянам. В пятой главе Послания к Римлянам есть стих, на который я хочу, чтобы вы обратили внимание. И это стих, наверное, стих номер один, который, я считаю, по-прежнему пренебрегаем. И на этих силах, близнецах, как я это называю, базируется такая мощная истина. Хорошо, в семнадцатом стихе пятой главы Послания к Римлянам. И в моей книге «Сила того, когда вы правильно верите» есть так много свидетельств людей, которые применили на практике один этот стих, особенно когда они склонны к депрессии или к нарушению питания, к атакам беспокойства или зависимы от порнографии. У нас есть много свидетельств людей, которые страдали от нарушения питания или особенно были зависимы от порнографии, которые обрели свободу. И они обрели её следующим образом. Я учу, что пока вы всё ещё находитесь в рабстве, исповедуйте «Я праведность Божья во Христе». Понимаете, когда в нашей жизни есть симптомы недостатка, мы исповедуем «Мой Бог обеспечивает». Хорошо. Когда в нашем теле есть симптомы болезни, мы не исповедуем эти симптомы. Мы исповедуем «Ранами его я исцелился». Когда мы согрешаем, мы исповедуем свой грех. Мы так и не побеждаем его. И всё в христианской жизни работает и действует верой. Верно? Когда дело касается греха, мы не используем свою веру. Мы используем то, что там есть. И у меня есть целое учение. И я знаю, что для некоторых людей это большой спорный вопрос. Но для меня всё очень просто. Когда вы исповедуете праведность Божью, кем Христос сделал вас, это почитает Отца. Это прославляет Иисуса, потому что мы — Его завершённая работа. И у меня есть люди, которых мы учим по Римлянам 5.17. Пока вы всё ещё курите, они всё ещё курят. Пока вы по-прежнему смотрите порнографию, они по-прежнему будут это делать и не говорить об этом своим пасторам. Исповедуйте, я праведность Божья во Христе. Не Джернивэн. Чего вам ещё только не хватало посреди всего этого, чего вам ещё только не хватало, пока вы всё ещё курите, так это чувствует себя лицемером, потому что дьявол придёт и скажет вам, «Что ты только что сказал?» Да ты такой лицемер, потому что он не хочет, чтобы вы это говорили. Но у меня в книге есть так много свидетельств того, когда люди исповедовали, что они праведность Божья во Христе. Люди, зависимые от порнографии, разрушались привычки, которые были у них всю жизнь, возможно, не за одну ночь. Но многие из тех, кто исповедовал, они говорили, «Пастор Принц, я был зависим от порнографии». Один молодой человек в Нью-Йорке сказал, что он находился в зависимости от порнографии с 13 лет, и он стал верующим. Ему сейчас 20 с лишним лет. И он сказал, что он по-прежнему находился в этой зависимости, но он использует силу воли, как только может, чтобы победить это, и стало ещё хуже. Но он сказал, что как только он исповедовал, «Я праведность Божья во Христе», он начал исповедовать это снова и снова, даже посреди этой зависимости. И многие из них, спустя несколько месяцев, спустя год, как они больше не смотрят порнографию, они пишут мне, «Это реально, я живой свидетельство того, что благодать является противоядием от греха». И это желание изнутри. Люди смотрят на это, и они думают, «Откуда может быть такая сила просто в говорении чего-то подобного?» Но само слово «исповедание» просто означает говорить то же самое. «Я буду любить тебя». Просто говорить то же самое. И вы должны осознать, что если бы не было силы в исповедании, то никто бы из нас не родился свыше, потому что именно так мы и родились свыше. Это правда. Мы сказали об Иисусе то же самое, что сказал о Нем Бог. Аминь. Бог поставил Его в эту позицию Господа, и мы сказали то же самое, что то же самое вы делаете посреди того греха. Я буду говорить о себе то, что Он сказал обо мне. И это сила согласия. И это называется праведностью от веры. Потому что, знаете, иногда вы просыпаетесь утром, и вы не чувствуете себя праведными. Вы чувствуете себя каким-то олухом или еще кем-то. Вы чувствуете себя нечистыми. Иногда вы просыпаетесь, чувствуя себя нечистыми. Возможно, вам снятся какие-то плохие сны или еще что-то. Но это время, чтобы исповедовать верой. Я — праведность Божья во Христе. И мы говорили об этом стихе. Давайте прочитаем этот стих в пятой главе послания к римлянам. 17 стих. «Ибо если преступлением одного, и мы знаем, что это преступление Адама, смерть царствовала посредством одного, то тем более...» Посмотрите на это. «Тем более приемлющие, принимающие, и это слово «принимающие» в греческом стоит в настоящем активном времени, что означает «постоянно принимающие». Это не означает, что нам нужно постоянно рождаться свыше, но оно означает постоянное осознание, особенно когда вы согрешаете. Именно тогда вам нужно исповедовать. Это всегда работает. Итак, это слово «принимающие» здесь в греческом стоит в настоящем продолженном. «Ламбана» — в настоящем продолженном времени. «Принимающие две вещи — обилие благодати». Ну, а этот пастор Принц, знаете, он слишком много проповедует о благодати. Здесь говорится «это по обилию благодати». И второе — «дар праведности». Заметьте, это не награда праведности или ещё что-то. Это дар. И те, кто принимают эти две силы близнецы, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Заметьте, что если вы активно каждое мгновение принимаете обилие благодати, каждый день вы осознаёте это, и вы принимаете это. И «дар праведности» — вы будете царствовать в жизни. Когда вы царствуете, дьявол не царствует. Когда вы царствуете, ваши зависимости не царствуют. Две Личности не могут царствовать одновременно, понимаете? Когда вы царствуете, ваши плохие привычки не царствуют. Если бы я был дьяволом, я не дьявол. Он так хорошо не выглядит, Но если бы я был дьяволом, то какое бы учение я атаковал? Эти два. Обилие благодати. Я бы атаковал любое служение, любого служителя, который слишком много проповедует о благодати. Номер два. Я бы атаковал учение о даре праведности. Я бы представлял всё так, что праведность — это что-то, что вы достигаете, а не что-то, что вы получаете. Верно? Я буду атаковать одно и второе, потому что я знаю, что если тело Христово когда-либо осознает эти два дара, всё, они будут царствовать надо мной. Я знаю следующее. Я знаю, что среди наших телезрителей есть кто-то или даже не один человек, кто сталкивается именно с теми вещами, которые вы назвали. Страх, от которого, похоже, они не могут избавиться. Зависимости, от которых, похоже, они не могут избавиться. Они просто удерживаются в этом рабстве. И вам нужно знать сегодня, когда вы смотрите эту передачу, что это ваша свобода. Есть свобода посреди всего этого. Я читал об этом в вашей книге буквально вчера вечером. И это настолько просто. И сколько раз я читал пятую главу к римлянам? Но когда вы сказали, когда вы царствуете, зависимость не царствует. Когда вы царствуете, страх не царствует. Это всё благодаря Иисусу. Это благодаря за пятую главу к римлянам. И через него одного. И Джереми, для тела Христова. Знаешь, мы узнали это. Я благодарю Бога за таких учителей, как брат Копленд, брат Хейген и брат Эйви, и Дабл Ю Кеннион. Они учили, что праведность — это дар. Да. Вы почти не слышите, чтобы об этом проповедовалось. Следовательно, если вы не проповедуете о праведности как о даре, то что? Да. Вы не проповедуете Евангелие. Знаете, мы слышим, как много проповедуется. Вы должны быть более праведными. Когда я слышу, как люди говорят, «Вы должны быть более праведными», я знаю, что они не понимают сути этого. И Библия говорит, что именно так вы можете определить младенца во Христе. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды или праведности. Поэтому вы всегда можете сказать, что кто-то является младенцем, когда он не сведущ в праведности. Когда вы говорите им, «Дайте мне определение, что такое праведность», или вы видите, как они описывают праведность, что они описывают её как поведение или дела. Вы знаете, что они младенцы. Верно. Да. Значит, они по-прежнему питаются молоком. Но если они определяют праведность как дар, тогда они идут уже дальше младенцев. Да. Верно. Поэтому праведность — это не что-то, что вы можете потерять. Это то, что я хотел бы особо подчеркнуть. Хорошо? Если вы можете потерять праведность, вы можете потерять Иисуса. Верно? Суть в следующем. Когда вы были грешником, могли ли вы отречься о своей греховности и того факта, что вы грешник? Могу ли я, имея свой свободный выбор? Ведь говорят, ну, пастор Принц, и если кто-то просто отрекается, знаете, Бог понимает и знает слабость людей. Он знает, почему они под давлением говорят то, что они говорят. Мы не должны их судить. Хорошо. Но могу ли я, как грешник, сказать, я отрекаюсь от того факта, что я грешник? Произойдёт ли это? Но я использую свою свободу выбора. Может ли грешник использовать здесь свою свободу выбора? Я использую свою свободу выбора, чтобы отречься от своей греховности. Произойдёт ли это? Поэтому свобода выбора не такая могущественная, какой мы её делаем. Что произойдёт, когда верующий под давлением, что бы там ни было, он отрекается от своей веры или от Иисуса? Мы не должны судить, кто спасён, а кто нет. Но вопрос в том, что если он отрекается даже от своей веры, становится ли он неспасённым? Итак, если он может, тогда то, что сделал Адам, сильнее того, что сделал Иисус. Это опуская то, что сделал Иисус на этот уровень. Опускает на этот уровень. Но здесь сказано «тем более». Да. Тем более. Мы даже не доходили до сути, рассматривая это на равных условиях. Не трогая уже «тем более». Как мы можем преподать им это «тем более»? Оно «тем более» намного больше Джеремием благодаря ценности этого одного человека. Это всё равно, что, например, если бы наш долг Богу был равен одному миллиону долларов. Знаете, что сделал Бог? Бог заплатил за нас этот долг. Но Он заплатил сумму в 100 миллиардов долларов. Он заплатил наш долг в один миллион, потому что, если вы знаете ценность этого человека, он является переплатой за все наши грехи. Если есть другие планеты, другие вселенные, где есть другие грешники, Его кровь по-прежнему пролита из-за них. Вот почему Он мог умереть за всех тех, кто жил до того, как Он ходил по земле. Он мог умереть за всех тех, кто будет жить в будущем. Всё дело в ценности этого одного человека — Христа Иисуса. Если мой долг выплачен, зачем мне продолжать платить в счёт этого долга? Да. И знаете что? Удивительная вещь, которую я вижу в своей жизни. Когда я знаю, что я прощён, я могу быть честен в отношении своих грехов. Знаете, иногда, когда я еду по дороге, я становлюсь немного раздражительнее. Да, бывает. Где Сара? В любом случае, вопрос в том, что я привык защищаться. И моя жена говорит, «Дорогой, ты едешь слишком быстро, и ты раздражаешься». Я отвечаю, «Я не раздражаюсь, я человек Божий, я человек покоя». Понимаете? Но суть в следующем. Как только я осознал, что все мои грехи, это было в самом начале моей семейной жизни, уже давно. Да. Но как только я осознал, что мои грехи прощены, как оно и есть, я могу просто улыбнуться. Я говорю, «Я снова это сделал, да». Это только чтобы защитить себя. Знаете, почему? Это как бухгалтерская книга. По-моему, я написал об этом в самом конце моей книги. Если у бизнесмена есть бухгалтерская книга, книга его счетов, и он по уши в долгах, когда он заходит в офис, он не хочет смотреть на эту бухгалтерскую книгу. Он говорит своему секретарю, «Просто заплатите, что можете». Верно? Он не хочет видеть эти задолженности. Почему? Это напоминает ему о том, какие большие у него долги. Но, допустим, кто-то, его друг, богатый друг, слышит о его затруднительном положении, выплачивает его долги. Тот бизнесмен заходит на следующей неделе в офис, открывает свою бухгалтерскую книгу, чтобы увидеть все эти задолженности, и осознает, он не осознавал, что он был по уши в долгах, и теперь он переполнен благодарности к своему благодетелю. Он говорит, «О, посмотрите, сколько я был должен. Я не знал, что я так много был должен, и все это оплачено». Другими словами, я говорю о том, что люди становятся открытыми в своих чувствах и друг с другом. Нет необходимости защищать себя, не нужно пытаться. «О, вы меня раскрыли, понимаете?» Они думают, «Как я уже говорил, я могу ехать по дороге». И Венни говорит, «Эй, ты немного раздражаешься». Я отвечаю, «Да, я снова это сделал, помоли за меня, дорогая». И для верующего должен зажечься свет. Что когда он оступается, о чем вы говорите, когда он согрешает. Да. «О, Бог, на меня сейчас сердится, Бог так огорчен». Правда ли это? Так ли это? Именно так я раньше и верил. Вы смотрите на человека, вы смотрите на человека, который в подростковом возрасте верил, что он совершил непростительный грех, и исповедовал свои грехи чуть ли не каждую секунду, потому что я действительно верил, что Бог сердится на меня. И я верил, что мне нужно было занять правильное положение перед Богом. Никто не говорил мне обо всех этих истинах. И свидетельство моей жизни, скажу я, «далось кровью, потом и слезами». Именно поэтому я так высоко ценю эту истину. Но понимаете, я думаю, что благодать ценят те люди, которые действительно, действительно сильно старались. Они сделали всё, что могли, и они потерпели неудачу. Они знают, что они не могут. Те, которые всё ещё говорят, «Ну, мы можем соблюдать закон». Те, кто в действительности не... Знаете, Бог скажет им, «Что ж, ещё один круг вокруг горы». Вы не усвоили урок, поэтому нам нужно знать, что нам прощены все наши грехи, прошлое, настоящее и будущее. Это приносит вам покой. Не то, что вы хотите грешить. Понимаете, тот, кто говорит, «Ну, пастор Принц, если вы будете проповедовать людям, что их грехи прощены, вы не представляете, что они будут делать. Вы даёте людям разрешение грешить». И знаете, брат Хейген, твой дедушка, всегда говорили, «Людям не нужно давать разрешение грешить». Верно? Аминь. Поэтому суть в том, что Иисус в это не верил. Ясно, что Иисус учил. Та женщина, которая плакала у его ног. И Иисус спрашивает, «Симон». Симон — это фарисей, который пригласил Иисуса. Были два должника, которые задолжали взаимодатацию. Один был должен тысячу, а второй — миллион. Поскольку они оба не могли заплатить, он в конце концов просил им обоим, который из них более возлюбил его. Иисус говорил на его языке, понимаете? У того фарисея в глазах были знаки доллара. Иисус говорил на его языке, и тот отвечает, «Полагаю, тот, кому больше прощено. Видишь эту женщину?» По существу Иисус говорит, «Я пришёл в твой дом, ты не сильно меня возлюбил. Ты не проявил ко мне даже элементарной обходительности. Знаешь почему? Ты думаешь, что тебе мало прощено. Видишь эту женщину? Знаешь, почему она так сильно меня любит? Она знает, что ей много прощено. Поэтому Иисус верил и учил, что те, которые знают, что им много прощено, будут сильно его любить. Поэтому если люди знают, что им прощены их прошлые, настоящие и будущие грехи, он сделает их распущенными? Нет. Это побудет их влюбиться в Иисуса. А когда вы влюбляетесь в Иисуса, вы перестаёте любить грех. Говоря об этом, я слышал, как вы недавно упоминали это. Вы говорили о том, что произошло в жизни Петра с того момента, как он встретил Иисуса до последних минут жизни Иисуса на земле, и как он по-разному ему отвечал. Да. Знаете, это действительно меня так впечатлило, когда я это увидел. Я увидел это в одной из моих поездок в Израиль. Я был с моими пасторами. Я просто делился с ними, как я это увидел. Это было удивительно, потому что мы учим, что благодать... Пастор Принц, благодать замечательно, аминь. Знаете, благодать — это начальный уровень. Это для новообращенных. А мы стремимся к святости, как будто святость — это университет. А благодать — это детский сад. Да уж. Понимаешь? Но когда Петр встретил Иисуса, одна из первых их встреч Иисус сказал, «Отплыви на глубину». И вы знаете эту историю. Петр поймал рвущий сеть, топящий лодку, лов рыбы. Он не знал человека, который был с ним в лодке. Он пал на колени, повернулся к Иисусу и сказал, «Выйди от меня, ибо я человек грешный». Я... Что является странной реакцией. ...человек грешный. Да. И этот человек только что наполнил твой лодку рыбы. Другими словами, грешник при первых встречах с Иисусом, детсадовская реакция любого в тот момент всегда порождается аспектом его любви, Божьей любви. Нет. Его святостью. Да, конечно. Господь свят, беспрецедентно свят. Но Он хочет, чтобы мы знали Его в аспекте Его любви. Верно? И смотрите, прошло три с половиной года, и Петр в ту ночь страстей Христовых отрицал, что знал Иисуса, когда Иисус проходил через все те страдания. Ругаясь и клянясь, Он отрицал, что знал Иисуса. Верно? И в Евангелии от Луки Библия говорит нам, что ученики сказали, что когда Иисус воскрес из мёртвых, Господь явился Симону. И в Евангелиях для нас не записана эта беседа. Это личная, приватная встреча Иисуса с Петром. Это сокрыто от нас. Дух Святой не посчитал нужным раскрывать для нас эту приватную встречу. Но Господь явился Симону, когда воскрес из мёртвых, и, очевидно, Иисус простил его. И смотрите дальше. Через две недели после Его смерти, после того, как Он воскрес из мёртвых, ученики были на море Тивериадском. Они снова ловили рыбу, и Господь спросил, «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они ответили, «Нет». Закиньте сеть по правую сторону. Правая сторона всегда является местом праведности, понимаете? «Моя правая рука праведности». И они поймали столько рыбы. Тогда Иоанн узнал, а это Господь. И Пётр прыгнул в воду, чтобы направиться к Иисусу. Какой аспект, какую сторону Господа он видел теперь? Его любовь. Его любовь. Иначе он бы направился в другую сторону. Понимаете? Поэтому зрелость — это по мере того, как вы возрастаете в Господе, вы видите больше Его любви. Как на начальном уровне реагирует грешник, если появляется ангел? Посмотрите в Ветхом Завете. Отойди от меня. Выйди от меня. Я человек грешный. Грешника не нужно учить святости Бога, но вы должны учить людей любви Божьей. Ни один грешник не скажет, «О, Господь, милость твоя лучше, нежели жизнь». Ни один грешник этого не скажет. Они будут испуганы, понимаете? Должен ли я учить о святости? Да. Но пусть мы не будем считать, что святость — это глубоко, а благодать — это начальный уровень. Всё наоборот. Любовь Божья. Мы всю вечность будем постигать долготу, глубину, широту и высоту любви Христа. Мы загоним себя, мы в буквальном смысле слова убьём себя, пытаясь быть святыми, в отрыве от откровения о том, как сильно Бог нас любит, не будучи подкрепляемыми благодатью, делая то, что Он призвал нас делать. Нам нужно поговорить на этих передачах о некоторых вещах. Мы подходим к этому. И завтра я действительно хотел бы продвинуться в этом ещё на один шаг. То, о чём мы говорили здесь с вами в частной беседе, а именно мы знаем, кто наш отец. Но знаете ли вы, кто ваша мама? Я на этом остановлюсь, потому что я хочу, чтобы они присоединились к нам на завтрашней передаче. Я всегда говорю, я Джозеф Принц. Я выпаливаю номер своего удостоверения личности в Сингапуре. И я говорю, что я категорически против, резко против греха. Грех заведёт вас дальше, чем вы хотите идти. Продержит вас дольше, чем вы хотите оставаться. Будет стоить вам дороже, чем вы хотите заплатить. Верно? Грех разрушает. В этом нет никаких сомнений. Верно? Я за святость. Я думаю, что я отличаюсь от некоторых людей в следующем. Как к этому прийти? Хорошо. Они говорят, это достигается вашими усилиями. Вы делаете это достаточно упорно, достаточно решительно, достаточно дисциплинированно. А я говорю, это по благодати. Хорошо? Но слово «благодать» превратили в штамп. Один дорогой муж Божий в моей стране как-то раз пригласил меня на чай. И он хотел узнать, как наша церковь смогла так быстро вырасти за такое короткое время. Я сказал ему, это благодать Божья. Понимаете? И он посмотрел на меня и сказал, да, это благодать Божья. Так что вы делаете? Понимаете, ему нужна была формула. Для многих людей благодать больше не является ответом. Это штамп, который вы вставляете в начале или в конце предложения. А вы говорите вполне серьезно. Да. Для меня это вся моя жизнь. Это вся моя жизнь. И я думаю, что благодать произносится по буквам «ИИСУС». Это Иисус. Знаете, закон был дан через Моисея, слугу. Но благодать и истина пришла через Иисуса Христа. Заметьте, истина там, на стороне благодати. А закон истинен. Но это не закон и истина. Закон был дан через Моисея. А кто такой Моисея? Слуга. А Иисус кто? Сын. Сын. И мы почитаем слугу больше сына. Да. И в этом и суть. Но когда дело касается святости, мы коснулись этого вчера. Когда Пётр впервые встретился и узнал Иисуса, Пётр познал аспект Его святости. И правильно, Иисус свят. И Он беспрецедентно свят. Но Его святость такова, что это святость без фанатичности. Это обличение без нетерпимости. Он мог ходить среди грешников, они могли прикасаться к Нему, и они могли получать от Него. Верно? Он не был этим святее вас. Но один аспект, которым Господь хочет, чтобы мы познавали Его больше всего, — это Его любовь. И нам потребуется вечность, чтобы познать это. Потому что когда Пётр, через две недели после воскресения Иисуса, Пётр с Иоанном и остальными ловили рыбу. И теперь Пётр познал Иисуса в Его любви, потому что он был прощён за то, что отрицал, ругаясь и кляняясь, что не знал Иисуса. Мы касались этого. Я хочу пойти сегодня дальше, в четвёртой главе Послания к Галатам. Мы смотрим сейчас на Израиль. Когда Израиль был ребёнком, посмотрите, первый стих, четвёртой главы Послания к Галатам. Ещё скажу, наследник, доколе в детстве. И в греческом здесь стоит слово «непиос». Слово «сын» звучит как «уиос». «Куиос» — это полное сыновство, зрелое сыновство, когда вы наследуете всё. Но доколе в детстве, пока он ещё не пёс, ребёнок ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Хорошо. Хотя он и господин всего, но он ничем не отличается от раба. Представь, что кто-то помогает тебе по дому. Это твой друг. Но друг не является твоим наследником. Джастус является наследником. Но Джастус не может управлять твоим самолётом. Он не может водить твою машину. У тебя красивая машина, Ламборджини или ещё какая-то. Но он не может её водить. Такой машины у меня нет. У него нет Ламборджини. Я просто пророчествую здесь. Я принимаю, хорошо. И суть в следующем. Джастус не может этого делать, верно? Потому что Джастус пока ещё ребёнок. Да. Но является ли он твоим наследником? Да. Поэтому, когда Израиль был наследником, Библия говорит, что Бог починил его попечителям. Второй стих. Попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Итак, попечители и домоправители — это законы и пророки. Потому что всё послание Галатам говорит о законе и благодати. Поэтому, когда Израиль был не пиос, Бог починил Израиль закону, десяти заповедям. Верно? Так и мы. Доколе были в детстве. И когда Павел говорит «здесь мы», особенно здесь, в этом отрывке, он говорил об иудеях. Он отождествляет себя со своим иудейским наследием. Верно? Когда мы были детьми, когда мы были не пиос, мы были порабощены вещественными началами мира. Слово «начало» здесь — это слово «стоихео», то есть «основы». Это греческое слово, означающее «основы», начальный уровень, детский сад. Мы были подчинены началам. Закон — это начальный уровень, верно? Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Дословно, там помещение в позицию сыновей. И слово «сыновья» здесь — это уже больше не «непиос», а «уиос», полное зрелое сыновство. Иисус принёс полное зрелое сыновство. Как только вы рождаетесь свыше, вы являетесь полным, зрелым сыном на основании вашего положения во Христе. Да. Верно? И именно поэтому мы можем взывать «аба», «очи». Дословно, это означает «папочка». И суть в следующем. Интересно, когда люди говорят, что благодать — это замечательно, благодать — это начальный уровень. Нам нужно знать благодать. Новообращенным нужно знать благодать, но давайте углубляться в святость. Как будто святость является чем-то более глубоким. Но в действительности суть в том, что когда Израиль был в детстве, был ребёнком, Бог на полторы тысячи лет дал им закон. Потому что Бог хотел, чтобы они знали, по закону никто не может стать праведным. Законом познаётся грех, а не праведность. Когда пришла полнота времени, Бог послал своего сына и принёс благодать. Поэтому что из них является зрелым? Благодать дала нам зрелость. Уйос. Закон сделал Израиль ребёнком. И знаете, когда Джессика была маленькой, её друзья приходили к нам домой. Я говорил им, не ходите на кухню, не играйте на кухне, не трогайте газовую плиту, не играйте с кухонными ножами. Разного рода законы, верно? Но если ты придёшь ко мне домой, и я скажу тебе, Джереми, не трогай кухонные ножи, не играй с газовой плитой, для тебя это будет оскорблением. Вы понимаете, о чём я говорю? Поэтому что является зрелостью? Когда Израиль был ребёнком, Бог подчинил их закону. У нас всё наоборот. Мы должны... Мы... Мы знаем, кто наш Отец. Одна из вещей, которая... Аминь. Я верю, была настолько сильной, извините, революцией в том плане, как это приходит через вас, а именно определение того, кто ваша мама. И я знаю, что это звучит странно, когда вы просто сидите там и слушаете, думая, я знаю, кто моя мама. Но с точки зрения Писания, покажите нам это, поскольку это будет иметь больше смысла, когда оно будет звучать от вас, нежели даже от меня. Да. Да. Это всё из той же главы. Послание Галатам, 4 глава. Мы сейчас в 4 главе послания Галатам. Давайте опустимся к 21 стиху. «Скажите мне», — говорит апостол Павел, «скажите мне, вы, желающие быть под законом». Итак, он обращается к людям, которые желают быть под законом. «Вы, желающие быть под законом». Разве вы не слушаете закона? Прежде чем я пойду дальше, я должен сказать следующее. Это мощное откровение, которым просто потряс меня Бог. Если вы посмотрите 9 стих, он говорит о законе, стеохионе. «Основах, как о немощных и бедных». В 9 стихе «немощных и бедных началах» или «основах», он называет их немощными и бедными. Вы знаете, что в греческом вот это слово «немощные» также означает «исцелять больных». Иисус исцелял больных. Это слово, означающее «немощные», слово «бедные». Здесь это то же самое греческое слово, использованное тогда, когда речь шла о бедном Вартимее. Оно означает «нищету». Поэтому что будет делать закон? Он приводит вас в место болезни и нищеты. Законом всё порядки, верно? Но он будет оставлять вас рабом. Законом всё порядки. Закон свят. Но он не может сделать вас святыми. Закон справедливый, праведен, но он не может оправдать вас. Я хотел вставить это здесь. Хорошо. Но посмотрите на то, о чём мы говорили. Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, от Агарьи, Агарь была из Египта, а другого — от Свободной. И мы знаем, что речь идёт о Саре, жене Авраама, но который от рабы, от Агарьи, то есть измонил рождённый по плоти. Заметьте, как Бог определяет плоть? Собственные усилия. Поэтому Агарь, извините, Измаил был рождён от Агарьи, когда у Авраама всё ещё была сила. Верно? А который от Свободной, тот по обетованию, то есть по духу. Верно? Авраам уже больше не был ни на что способен, если можно так сказать. Он не мог иметь силу, и подключился Бог. И родился Исаак. И смотрите, в этом есть иносказание. Эти две женщины, они символические, верно? Не это сказал, это говорит Библия. Это два завета, ветхий и новый. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Десять заповедей от горы Синайской. Законы от горы Синайской. А гора Синайская — это Агарь, рабыня. И это порождает что? Рабство. Ибо Агарь означает «гору Синай» в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен. Он — Матерь всем нам. Это Сара, верно? Поэтому кто вы? Кем являются те, кто нас смотрит? Мне нравится задавать этот вопрос. Вы мой брат или вы брак от другой матери? Поэтому суть в следующем. Как у Измаила с Исааком, у них был один и тот же отец, Авраам. Поэтому у нас тоже один и тот же небесный отец, верно? Но у них были разные мамы. Мать Измаила — Агарь, то есть закон от горы Синайской, который порождает рабство. И мать Исаака — Сара, то есть благодать. Поэтому Библия говорит нам... 28 стих. Давайте перейдём к 28 стиху. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рождённый по плоти, то есть Измаил, гнал рождённого по духу, так и ныне, ребёнок закона гонит ребёнка благодати. Ребёнок благодати никогда не гонит ребёнка закона. Да. И каков Божий вердикт? Каков Божий диагноз и Божья рекомендация? 30 стих. Что же говорит Писание? «Изгони рабу». Какого раба? Закон от горы Синайской. «Изгони рабу и сына её, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Это очень серьёзный вопрос здесь насчёт наследства. Наследник? Кто будет наследником, верно? Итак, братья, мы не дети рабы, но свободные. Поэтому сегодня некоторые наши наибольшие проблемы происходят со стороны людей или люди, которые пытаются разрушить вашу репутацию и так далее. Другими словами, гонения приходят со стороны людей, у которых с нами один и тот же Небесный Отец, но разные матери. Они будут драться за закон. Наша мать — это благодать. Да. Верно? И как и в прошлые времена, дьявол всегда пытается отобрать у веры благодать. Авраам представляет веру. Дьявол дважды пытался отобрать у Авраама Сару. Один раз через фараона, второй раз через Авимелеха. Дьявол всегда пытается отобрать благодать Сару у веры. Потому что он знает, что когда они вместе, это будет что-то взрывное. И вы упомянули мне об этом раньше. Когда Измаил начал гнать. Да. Давайте быстро откроем это место. 21 глава книги Бытия. Если вы прочитаете 21 главу книги Бытия, там говорится, когда это произошло. Когда Измаил гнал своего сводного брата Исаака. 21 глава книги Бытия. Она очень ясно говорит нам в 8 стихе. «Дитя Исаак выросло и отнято от груди». Он был отнят от груди. Помните, мы говорили, что тот, кто определяет праведность как действие, как поведение, тот не сведущ. Тот, кто не сведущ в слове праведности, является младенцем. Другими словами, он не знает слово «праведность». Оно означает «дар», а не «действие». Этот человек — младенец. Но явно, что тело Христово сейчас отнимается от груди. Они пока ещё не понимают праведности. И угадайте, что в то же самое время происходит? Гонение. Гонение. Когда Измаил начал гнать Исаака. Когда Исаак был отнят от груди, от молока. И тело Христово сейчас отнимается от груди, от молока. Когда они понимают праведность, гонение — это ничто. И это также время, когда Бог говорит «Изгони рабу». И Бог проговорил через уста Сары. Джереми, уста Сары. Да, я слышу это, я слышу это. Поверьте мне, я слышу это. Хвала Господу. Хвала Господу. Я знаю, что это освобождает вас, когда вы слушаете это сейчас. И столько всего происходит. Наверное, внутри вас происходит то, что ваш мозг говорит «секундочку, секундочку, секундочку». Вам нужно отбросить это и позволить своему сердцу ухватиться за то, что вы сейчас слышите, потому что это истина. И познавая эту истину, разве не это, сказал Иисус? Что произойдет? Что с вами произойдет? Он освободит вас. Вы будете сделаны свободными. Я верю, что именно это и происходит в сердце, в разуме и в жизни людей, которые рождены свыше. Хвала Господу. Они рождены свыше. Они в церкви, у них... У них тот же самый Небесный Отец. Безусловно. Просто не та же самая Мать. Понимаете, по сути, они говорят следующее. «Сара не сможет нормально справиться с воспитанием Исаака». «Сара, благодать не сможет нормально справиться». «Давайте вернем агарь», «давайте вернем закон». Нет, Сара вполне способна воспитать своего Исаака. Поэтому я не сижу и не смотрю на закон каждый день. Я не читаю его, думаю, «Ой, я должен стараться соблюдать это». Не знаю, так ли правильно это сказать, но дух этого в действии. Как бы вы это описали? Потому что никто не сидит и не думает, «Я должен соблюдать эти десять или те шестьсот». И люди не осознают, что они под законом. Лучше всего сказать это так. Думаю, мне действительно это помогло. Я спросил у Господа, как это определить? Так, чтобы люди могли ежедневно применять это на практике, практическим образом. И он сказал следующее. «Просто помни, суть моего закона в требовании, суть моей благодати в том, что она даёт, она обеспечивает. Закон требует праведность. Благодать даёт, предлагает праведность как дар». Закон говорит, «Не делай это, не делай то». Благодать говорит, «Я сделаю». Верно? Поэтому он всегда требует. Поэтому если я просыпаюсь утром, и мне нужно столько всего сделать, и ориентирован на требования, «О, моя жена требует от меня это, мой начальник требует от меня то, моя церковь требует от меня это», вы постоянно помышляете о требовании, вы будете находиться в стрессе. И практически, хоть вы и понимаете закон и благодать, вы на самом деле под законом. Но если вы просыпаетесь и вы говорите, «О, меня ждёт большой проект, и я должен закончить это, я должен провести это собрание, я должен там-то проповедовать». Но если вы постоянно помышляете об обеспечении, Бог обеспечит. Я просто вольюсь в это, и тогда вы под благодатью. Поэтому нам в своей жизни нужно установить индикаторы и измерительные приборы, как в машине. Да. Если вы хотите узнать, в каком состоянии находится ваша машина, вы смотрите на измерительные приборы, верно? Мне нравится это. Если вы хотите узнать, в каком состоянии находитесь вы, так, какой уровень покоя, какой уровень радости. И это то, что я слышу, как вы говорите. И вы скажите мне, если я прав. Но когда отсутствует покой, значит, я рассчитываю на самого себя. И я полагаюсь на себя в том, чтобы достичь чего-то. Да. Вы постоянно помышляете о требованиях, и вы в стрессе. Вы рассчитываете на себя. Но если вы посмотрите на кого-то, даже кто занят, посмотрите на Иисуса. Я никогда не видел никого, кто был бы так же занят, как Иисус. Тем не менее, Он всегда настолько спокоен, как мы видим в Евангелии среди множества людей. У Него всегда есть время, есть ритм благодати под все, что Он делал. Лишенные напряжения, ритм благодати. И вы можете сказать, когда люди слышат это, есть много всего, что нужно перестать делать. Можно сказать, что апостолу Павлу было непросто донести это. Я думаю, именно поэтому ему приходилось постолько раз повторять. «Не я, впрочем». Да. Как вам это объяснить? Я распят, но не я. Я, но не я. Понимаете? Ему приходилось говорить «не я, впрочем». Это должно стать описанием нашей жизни. Я живу. Не я, впрочем. А это Иисус во мне. Да. И это также то, что он говорил. Он говорил то же самое, когда сказал «я более всех их потрудился». Не я, впрочем. А благодать. Если бы он на этом остановился. Да, верно. Это послание было бы разрушено. Но он сказал «я тружусь усердно, усердней, чем кто-либо, но, впрочем, не я». Хотя я, но не я. Хорошо, Павел, если не ты, тогда кто? Благодать. Божья благодать. Или можно сказать «это Иисус». И самое потрясающее, Джереми, когда Павел говорит «впрочем, не я, а благодать Божья, благодаря которой я могу много трудиться». Задумайтесь о том, как это потрясающе. Господь даёт вам благодать быть учителем Библии. Господь даёт вам благодать быть пастырем. Верно? Бог даёт вам благодать делать то, что вам нужно делать. Бог даёт вам благодать делать это. И когда вы это делаете, когда вы реализовываете ту благодать, которую Он вам даёт, Он награждает вас за реализацию благодати, которую Он же вам и дал. Насколько это потрясающе Которую он дал, да Это здорово Понимаете? Достоин именно агнец Мы получаем венцин И мы знаем на голову, кого ее возлагать Понимаете? Потому что это все он Я хотел, чтобы это еще раз прозвучало в конце сегодняшней передачи Определите в своей жизни Вы можете быстро это сделать Дух Святой в вас поможет вам Иисус, что я делал собственной силой Что мне нужно отдать сейчас в твои руки И он является тем, кто заботится о вас Он возьмет это И вы можете быть свободными от этого Время нашей передачи подошло к концу Но никуда не уходите Мы верим страхам, разного рода рабством Они обретают свою свободу Они узнают, что они могут царствовать в этой жизни И когда они царствуют Все эти вещи не царствуют И это так просто Люди хотят знать, что делать, чтобы стать свободными Они сказали, мы хотим творить дела Божьи Он сказал, ваше дело это верить Знаете, есть что-то в человеке, что... Да, хорошо, я понимаю это, но что еще? Есть что-то в человеке, что хочет сказать Посмотрите, что я сделал, я заслужил это, я добился этого Я мужчина, я зарабатываю на жизнь у семьи И это что-то естественное А благодать... Но это не что-то сверхъестественное Да, это не что-то сверхъестественное Это логика Это что-то логическое, верно? Но благодать, она не логическая Если вы скажете мне, делаешь хорошее, получаешь хорошее Делаешь это, получаешь это Это что-то логическое Так учит каждая религия, это сущность закона Но если вы скажете мне, что я могу получить что-то хорошее, чего я не заслуживаю Потому что кто-то другой получил все то плохое, чего он не заслуживал то, чтобы понять это, требуется Дух Святой, требуется просвещение Духа Святого. В этом нет смысла. Как сильно вы здесь любимы. Верните нас в это сегодня. Куда мы направляемся по мере того, как мы продолжаем накладывать здесь один слой на другой? Моё сердце устремляется к пасторам и лидерам. Я думаю, они все за одно и то же. Они хотят, чтобы у них была живая, растущая, здоровая церковь. Люди, которые исполнены Духа. И не просто люди, которые движутся в дарах, но также и в плодах Духа. Вы понимаете, о чём я говорю? И мы коснулись этого на самой первой передаче. Мы коснулись того, как проявляется плод Духа. Это плод. Это не что-то, что вы делаете. Это плод. И мы учили об этом, как будто это дисциплина. Вы должны дисциплинировать себя, чтобы у вас всё это было. Понимаете? Но когда вы под благодатью, это плод. Поэтому мы должны фокусироваться на благодати, потому что, Джереми, благодать не только спасает. Благодать также учит нас. Благодать также учит. Во втором послании к Титу говорится, благодать... Благодать Божья, научающая нас. Вот, пастор Принц, вы должны учить отвергание нечестия. Подождите минутку. Там не говорится «Вы учите». Там говорится «Благодать Божья будет учить». Благодать Божья учит нас. Мы учим наших людей благодати. Благодать Божья будет учить нас изнутри. Разве не то же самое сказал Ион, сказав «Я напишу мои законы в их сердцах». Совершенно верно. На их сердце. Вам не нужно будет, чтобы кто-то стоял там и говорил. Именно. И никому не нужно будет учить другого, говоря «Познай Господа». Все от малого до большого будут знать меня. Это пункт Нового Завета. И что делает всё это действенным? Что делает все пункты Нового Завета действенными? Последняя фраза. Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. И я по-прежнему слышу проповеди по книге «Второзаконие», где говорится «Я буду наказывать за вашу вину до третьего и четвёртого рода». Подождите минутку. От какого завета мы сейчас проповедуем? Мы по-прежнему проповедуем с горы Синайской. Но в Новом Завете Бог говорит «Я больше не вспомню ваших грехов». «Я больше не вспомню ваших грехов» означает что? Было время, когда я помнил ваши грехи, но больше не помню. Почему? Я помнил их все на кресте. Я наказал своего сына за ваши грехи. Поэтому сегодня, поскольку я святой, люди думают, что благодать, или нет ныне никакого осуждения, или просто складывается такое впечатление, что Бог снисходительный ко греху. «О, нет!» Нет. Нет ныне никакого осуждения, потому что Бог святой. Да. И потому что Он святой, потому что Он справедливый, Он не может дважды наказать один и тот же грех. Один раз в теле моего гаранта, а затем в моём теле, в моей жизни. Они выставят Его несправедливым. Верно? Поэтому именно потому, что Бог святой в моей жизни нет обвинения во грехе, потому что... Он будет несправедлив к вам и к Иисусу. Да, и Иисусу. И Он не собирается этого делать. И Он не собирается этого делать. Я слышал действующих из лучших побуждений, великих мужей Божьих, замечательных, драгоценных людей, и они склонны повторять что-то, что они услышали, например, «Если Бог не будет судить Америку, Ему придётся извиниться перед Содомом и Гаморой». Понимаете? Я понимаю, из чего они исходят. Но я говорю, «Если Бог будет судить Америку, Ему придётся извиниться перед Иисусом». Верно? Потому что даже Содом и Гамора... Когда Авраам ходатайствовал, он говорил, «Если ты найдёшь десять праведников, уничтожишь ли ты Содом и Гамору?» Бог отвечал, «Ради десяти не уничтожу». Вы хотите сказать, что сегодня в Америке вы не можете найти даже десяти праведных человек благодаря дару праведности через кровь Иисуса? Я думаю, мы должны изменить то, как мы проповедуем. Мы должны проповедовать с горы Сион, а не с горы Синай. С горы Сион, а не Синай. Да. От Нового Завета, а не от Ветхого Завета. Да. Нам пора проповедовать... Например, Библия говорит в Послании к Колоссянам, что вы имеете полноту во Христе, верно? Вы завершены во Христе, и это отправная точка для верующего. Что мы делаем? Мы берём эту отправную точку, и мы делаем её финишной точкой. В один прекрасный день вы будете иметь полноту во Христе. Но нет. Вы должны осознать, что вы имеете полноту во Христе. Вы посажены со Христом. Теперь исходите из этого чувства завершённости. Брат Копун любит говорить следующее. «Я не пытаюсь быть исцелённым. Я являюсь исцелённым». Аминь. Вы пребываете в таком покое, когда вы осознаёте, «Я не пытаюсь получить это. У меня это есть. Я имею полноту во Христе». Давайте поговорим о некоторых вещах, которые я знаю, что вы довольно часто слышите. Думаю, вы называете их «А как насчёт?» Да, «А как насчёт?» Кто-то слышит проповедь о силе благодати Божьей, и какова их реакция? Это слишком хорошо. Да. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Да. Но в действительности так хорошо, что это правда. Какие именно вещи вы слышали, и о каких вы хотели бы поговорить на этих передачах? Да. У меня есть целая серия учений. Она называется «А как насчёт?» «А как насчёт?» «А как насчёт Анания и Сафира?» «А как насчёт покаяния?» «А как насчёт шестой главы евреям?» «Насчёт отпадших?» «А как насчёт десятой главы послания к евреям?» Это всё изложено. У меня нет возможности всё это охватить сейчас. Но у меня есть целая серия проповедей, посвящённых этому всему. Но я хотел бы поговорить об одной из этих вещей, как насчёт покаяния. Знаете, у людей складывается представление. Вы проповедуете благодать, не проповедуя покаяние. Что ж, номер один. Каково ваше определение покаяния? В греческом используется слово «метаноия», что означает «изменить своё мышление», верно? Поэтому каждое воскресенье в моей церкви, когда я проповедую красоту, очарование в славу Иисуса, постоянно происходит покаяние в отношении того, как Бог благ. Постоянно идёт покаяние, понимаете? Покаяние — это не то, когда вы бьёте себя в грудь, говоря «Иисус, Иисус», потому что вы можете выплакать свои глазные яблоки и так и уйти оттуда прежними. Покаяние — это когда вы слышите что-то, что заставляет вас изменить своё мышление, своё мнение. Апостол Павел говорит в 21 стихе 20 главы Деяний. «Покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Первая сфера покаяния должна происходить пред, по отношению к Богу. Измените своё мнение по отношению к Богу. Вы привыкли думать, что Он против вас. Теперь измените своё мнение. Он за вас. Вы привыкли думать, что Бог хочет, чтобы вы что-то совершали. Нет, Он хочет, чтобы вы пребывали в покое, и позвольте Ему совершать вас, через вас и для вас. Поэтому это изменение мнения. И это изменение мнения и мышления происходит, как, например, в служении брата Копланда, каждый раз, когда он учит. Люди постоянно каются без использования слова «покаяние». И вы можете использовать слово «покаяние», если хотите. Но это ничего иное, как изменение вашего мышления. Кстати, ещё один случай, когда можно плакать. Иисус. Бить себя в грудь и чувствовать угрызение совести. Некоторые люди думают, что нужно достаточно наплакаться и затем почувствовать угрызение совести. Не забывайте, по-моему, в 29 главе Евангелия от Матфея, или в 27-й, Иуда после того, как понял, что Иисус не защитил себя, он понял, что они распнут Иисуса, он почувствовал угрызение совести. В синодальном переводе Библии сказано, что Он раскаялся. Он вернул те 30 сребреников. В синодальном переводе использовано слово «раскаялся». В другом переводе «почувствовал угрызение совести». Однако Он совершил крайний акт самоправедности. Он повесился. Он Сам себя наказал. Если бы Он подождал ещё несколько часов, Иисус стал бы Его заместительной жертвой на кресте. Да. А Пётр подождал и получил прощение. Я думаю, что эти, а как насчёт этого, очень важны, потому что нам всегда нужно помнить, когда вы встречаете непонятный отрывок, который, кажется, противоречит благодати Божьей, просто помните, вы не можете использовать непонятный, неясный отрывок, чтобы истолковать неясный отрывок другой. Да. Вам нужно истолковывать неясный отрывок конкретным ясным отрывком. Да. И одним из таких отрывков, к которому я хотел бы сейчас обратиться, является 54 глава Исаии. Бог клянётся нам о чём-то очень сильном. 54 главе Исаии. Нет, 53. Это перед 54. Верно? Имеет смысл. 53 глава Исаии говорит, «Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Ранами Его мы исцелились». Мы знаем 53 главу Исаии как известную главу, посвящённую страданиям Мессии, Спасителя. Но посмотрите на 54 главу, которая следует сразу за страданиями Иисуса, на результаты этих страданий. 54 глава Исаии, 9 стим. Бог говорит, «Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя». И здесь слово «укорять» — это слово «осуждать». Оно использовано как закон. Это же слово, использованное в книге Захарии. «Господь да запретит тебе сатана» является очень сильным. Джереми, Бог пообещал нам. Бог поднял свою руку, и Богу не нужно клясться. Одного Его слова уже достаточно. Это мы с вами должны клясться, понимаете? Но Бог поднял свою руку, и Бог поклялся здесь. Он поклялся, «Я никогда не буду гневаться на вас и осуждать вас». Это ясный или неясный отрывок? Ясный, чёткий и ясный. Более того, Бог говорит, что как воды Ноя, поэтому когда я сейчас вижу ратугу, я не думаю о том, что Бог не наведёт больше на землю потоп. Я думаю о 54 главе Исаии, что Бог больше никогда не будет на меня гневаться. И именно поэтому вокруг Его престола в книге Откровения есть радуга, что означает, что когда вы приступаете к престолу благодати, всегда видите улыбающегося Бога, Бога, который принимает вас, который любит вас, и Он поклялся, что никогда больше не будет гневаться на вас. Верно? И вот что интересно. Если вы посмотрите на Иисуса и на то, из-за чего Он гневался, мы считаем, что Он гневался на миновщиков денег. Но там не написано, что Он гневался. Там такого не написано. Мы считаем, что Он гневался. И насколько вы знаете, Он гневался. Но Писание не говорится, что Он гневался. Там просто написано, что Он выгнал их оттуда. Но в одном месте сказано, что Иисус, там был больной человек, у Него была иссохшая рука, и там были фарисеи, и они наблюдали за Ним, не исцелит ли Иисус. Задумайтесь о том, каким ожесточённым было их сердце. Они знали, что Иисус исцелил. Они наблюдали за Ним, не исцелит ли Он в субботу. И Библия говорит, Иисус возрел на них с гневом. И это первый раз в Евангелиях, это единственное место, где вы увидите, что Дух Святой говорит, что Иисус гневался. Более того, Иисус возрел на них с гневом, запитая, скорбя об ожесточении сердец их. Ожесточении, да. Верно? Поэтому только в одном месте Писания вы видите, что Иисус гневается, скорбит. Верно? Из-за чего? Недостаток благодати. Да. Не потому, что они курили наркотики, не потому, что они распутничали. Эти люди были защитниками закона, и они наблюдали за Ним, не исцелит ли Он в субботу. И Иисуса это разневало. Его это опечалило. Поэтому из-за чего Иисус сегодня гневается? Знаете, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Когда есть недостаток благодати... Кстати, эта фраза, скорбя об ожесточении сердец их, слово «скорбь» здесь, это то же самое греческое слово, то же самое корневое слово, что и там, где говорится «не оскорбляйте Святого Духа Божьего». Верно? Но если вы посмотрите в послание к Ефесянам это место, и «не оскорбляйте Святого Духа», оно начинается с союза «и». Вы не начинаете утверждение с «и», верно? Поэтому оно должно быть увязано с предыдущим стихом. Там говорится, «никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания». И смотрите, «дабы оно доставляло благодать слушающим». Здесь не говорится о богохульстве и сквернословии. Я против богохульства, сквернословия и пошлости, но здесь говорится не об этом. Когда вы говорите слова благодати, знаете что? Вы угождаете Духу Святому. Когда вы говорите слова закона и законничества, или если вы, например, говорите своим детям, «папа будет любить тебя, если ты будешь вести себя», это не благодать. И это оскорбляет, огорчает Духа Святого. Суть всего контекста там в следующем. Дух Святой огорчен, когда ваши слова не доставляют благодать. И это единственное место, где говорится, что Дух Святой огорчен. Сегодня люди вырывают этот стих из контекста и говорят, «Ну, ее макияж просто огорчает меня». Да, верно. Понимаете? Когда она зашла в церковь, я просто сокрушалась. Понимаете? Нет. Вы завидуете женщинам. Вы просто завидуете, потому что она выглядит лучше, чем вы. Вы понимаете, о чем я говорю? Что бы вы сказали кому-то, кто в свете всего этого или слушая это скажет? Что ж, знаете, для меня уже слишком поздно, потому что я отпал от благодати. Что-то, что мы часто использовали. Такие фразы, которыми мы разбрасываемся. Но не думаю, что мы знаем, что это на самом деле означает. Очень хорошо, Джереми. Давайте обратимся к посланию к Галатам. Знаете, я так многим мог бы поделиться, но нам нужно смотреть на Библию, потому что Библию должна истолковывать Библия. Даже такие выражения, которые мы так свободно используем, мы говорим такие вещи, как «отпали от благодати». Пастор убежал со своей секретаршей. Он отпал от благодати. Этот человек присвоил себе чужие деньги. Он отпал от благодати. Да, это неправильно. Такие вещи являются грехом, верно? Но фразы «отпали от благодати» злоупотребляли. Эта фраза встречается лишь однажды. Фактически, я бы сказал, дважды, потому что в 12 главе евреям говорится о двух горах. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. О сотрясении. Но давайте посмотрим на это. Что значит «впасть в благодать»? Послание к Галатам, 5 глава, 6 стих. «Ибо во Христе» — извините, 4 стих. «Вы отдалились от Христа». Я сейчас читаю из другого перевода Библии. Если вы посмотрите ещё один перевод, то там говорится «Христос стал бесполезен вам». Это нехорошо, если вы больны. Вы не хотите, чтобы Христос стал бесполезным. Если вы нищие и разорены, вы не хотите, чтобы Христос стал бесполезным. Если вы подавлены, вы не хотите, чтобы Христос стал бесполезным. И он говорит здесь, «Христос стал бесполезным вам. Вы, оправдывающие себя законом, отпали от благодати». Другими словами, когда вы пытаетесь оправдаться законом, Христос становится бесполезным, потому что он вам больше не нужен. Вы пробуете свою собственную силу, верно? И более того, вы отпадаете от благодати. Хорошо? Поэтому отпадать от благодати — это не значит впадать в грех. Фактически, тот, кто впадает в грех, когда он согрешает, он впадает в благодать. Что вы будете с этим делать? Вам нужно воспользоваться сейчас этой благодатью и выбраться из своего греха, верно? Но отпадать от благодати, заметьте, отпадать или падать с, что означает, что благодать выше, чем закон. Чтобы вернуться к закону, вы должны упасть с. И поэтому Ковчег Завета и Крышка Завета, и в английском переводе Библии Крышка Ковчега Завета называется Место Милости. А что было внутри? Там 10 заповедей. Когда вы возвращаетесь к 10 заповедям, заметьте, вы падаете со своего высокого положения, вы падаете с благодати, верно? Поэтому падать или отпадать от благодати, фактически, это когда кто-то делает всё возможное своими собственными усилиями, верно? Христос становится бесполезным для него. Заметьте, в служении Иисуса в Евангелиях, когда Иисус ходил среди людей, кем были те, на кого Он влиял? Грешниками, проститутками, сборщиками налогов, изгоями, и которые, прикасаясь к Нему, получали. А кто не мог получить? Самоправедные фарисеи, верно? И между прочим, Иисус никогда не распределял людей по категориям. Например, в своём служении Исцеления Он никогда не говорил, «Все те из вас, кому нужно исправить свои отношения с супругом, исправьте их прямо сейчас, до того, как Я буду за вас молиться». Вы стойте здесь, в одной группе, хорошо? Те из вас, у кого в сердце есть непрощение, вы стойте здесь. И я против непрощения. Но я думаю, что зачастую мы накладываем на человека столько ограничительных условий и оговорок для получения исцеления, что у него уже больше нет веры. Понимаете? И мы говорим им, «Если вы чувствуете, что в вашей жизни есть грех, тогда станьте все сюда, хорошо?» Я сначала разберусь с этими людьми. В конце никого больше не осталось. Иисус никогда так не делал. Он никогда не квалифицировал людей для исцеления, которые прикасались к нему, получали. Я уверен, что среди того множества людей были люди, которые поругались с то утро. Я уверен, что там были люди, которые не исправили отношения со своим супругом. Я уверен, что там были люди, у которых в сердце была горечь. Я уверен, что среди них там были сплетники. Но они все получили. Верно? И когда они получили благость Божью, то именно благость Божья ведет вас к покаянию. Во многих случаях. Но мы говорим людям, Пока вы не сделаете это, вы не можете получить, пока не сделаете это. И когда-то я так и проповедовал. Я проповедовал, например, о трёх причинах, почему люди не исцелены. Затем это переросло в пять причин, почему люди не исцелены. Затем уже стало семь причин, почему они не исцелены. И в один день, когда я так проповедовал, Бог сказал, «Перестань дисквалифицировать мой народ». И я сказал, «Господь, я действовал из лучших побуждений. Моё сердце было в правильном положении. Бог, я, я, я». Бог сказал, «Не дисквалифицируй мой народ. Моя кровь сделала их годными». И это изменило мою проповедь. Знаете, я больше не говорю строго. Если вы не исцелены, что ж, с вами что-то не так. Понимаете? Нет, что-то не так. Это когда вы неправильно верите. Это единственная вещь. С вами что-то не так не в плане поведения. Вопрос неправильной веры. И также учит Риверат Копланд. Суть в том, что, эй, друзья, Бог благ. Вы знаете, что Бог любит вас, и Бог хочет, чтобы вы были исцелены. И твоя бабушка говорит, «Бог больше вас самих хочет, чтобы вы были исцелены». Понимаете? Воля Божья в том, чтобы вы были здоровы. Если бы мы могли проповедовать это. Но как насчёт моего греха? Как насчёт того, что я сделал то? Вы меня не знаете, я сделал всё это. Вот почему прощение грехов должно быть утверждённой реальностью в их жизни. Нам нужно проповедовать об этом больше, больше и больше. И скажу вам, я думаю, что очень часто люди слышат один раз о благодати, и они думают, что они её поняли. Понимаете? Поскольку о благодати вам нужно слышать снова, снова и снова. Потому что вы можете пять недель подряд слышать проповеди о благодати, а на шестую неделю вы слышите смесь. Всё. Вы можете забыть все их. Есть что-то в плоти, склонность к законничеству. Мы должны слышать, слышать и слышать это. Чтобы разрушать то, что должно быть разрушено, и строить в себе структуру, которая будет удерживать истину Слова Божьего о том, кто вы и кто Иисус вас, и клянуться сегодня к этому. Мы говорили о том, как оттуда, где мы сейчас находимся, попасть туда, где мы знаем, Бог призвал нас быть, и быть теми, кем Он призвал нас быть. И в этом есть намного больше покоя, чем мы осознаём. Я помню, когда Иисус сказал, посмотрите на лилии. Он сказал, посмотрите, как они растут. И затем Он сказал, они не трудятся, не придут. Он сказал, именно так они и растут. Тем, что они не делают. И я думаю, что именно в этом мы углублялись в Слове Божьем. Да. В откровении об Иисусе, о Нём, работающем в нас. Я очень хочу закончить это сегодня. Что в вашем сердце? Ведите нас в это снова. Я думаю, моё сердце устремляется к тем людям, которые страдают, к людям, которые простираются за исцелением. И они пытались быть исцелёнными. И для меня это удивительно. Я в теле Христовом из подросткового возраста. Я тогда родился свыше, но исполнился Духом уже в более старшем возрасте. Я был в том, что мы называем Словом Веры. Я был в этом уже много лет. Но удивительно то, что некоторые люди, которые испытывают трудности с тем, чтобы принять исцеление, — это люди в Слове Веры. Но вы так много слышите об этом. Я думаю, что им нужно больше питаться тем, что Библия говорит о прощении и том факте, что их грехи прощены. Прошлые, настоящие и будущие. Потому что очень часто Иисус говорил людям, например, человеку, которого спустили через крышу, «Сын, прощается тебе грехи твои», прежде чем он исцелил его. Тому человеку нужно было иметь уверенность в том, что его грехи прощены. Затем Иисус говорит, «Встань, возьми постель твою и иди». 102-й Псалом. «Он прощает все беззакония твои». И следующая фраза. «Исцеляет все недуги твои». Заметьте, и там, и там слово «все». Но когда вы узнаёте первое «все», что ваши грехи прощены, прошлое, настоящее и будущее, все ваши грехи прощены, тогда вы можете переживать то, что все ваши недуги исцелены. Поэтому мы имеем частичное исцеление, поскольку мы верим в частичное прощение, верно? И мы всегда должны утверждаться в той уверенности, что наши грехи прощены. Это ставит вас в такое положение, даже ваше физическое тело пребывает в покое. Потому что очень часто, когда вы испытываете чувство вины и осуждения, даже врачи, мирские, неверующие врачи скажут вам, что причиной некоторых состояний является то, что они называют аутоиммунным нарушением. То есть ваше тело воюет с самим собой. В вашей ДНК есть интеллект. Например, когда мы согрешаем, мы испытываем чувство вины, верно? Мы не знаем, как вернуть это на крест. И я постоянно говорю людям, когда вы согрешаете, как вы с этим разбираетесь? Исповедуйте. Я — праведность Божья во Христе. Смотрите на крест. Всегда смотрите на крест. Там моё наказание, там моё бичевание. Перестаньте бичевать сами себя. В противном случае, когда вы начинаете испытывать чувство вины, осуждение убивает. Когда вы начинаете испытывать чувство вины, что будет происходить? Ваша ДНК настолько умна. Это было доказано наукой. Ваша ДНК скажет, «Ребята, этот человек хочет наказать себя. Давайте разовём болезнь». Но когда вы смотрите на крест и говорите, «Там моё наказание, там моё бичевание». Всё, в вас. Ваша ДНК говорит, «Ребята, расслабьтесь, успокойтесь. Мы пребываем в мире». Отбой. И зачастую, я думаю, люди болеют не из-за греха. Они болеют из-за осуждения. И вот почему это послание так важно. Верно? С тех пор, как я проповедую это послание, у меня так много свидетельств. Многие из них также есть в моей книге «Сила того, как вы правильно верите». Многие из них из Америки. Они рассказывают о том, как они исцелились. Например, у себя в церкви я учил. По первому Иоанна 4, 17. В одном из переводов Библии этот стих звучит. «Мы мир и сём, как Он. Настоящее время. Как Он по правую руку Отца. Таким мы в этом мире. А не после того, как мы умрём и пойдём на небо. Верно? Мы мир и сём, как Он. Он под Божьим безоблачным благоволением. Таким мы. Верно? Он здоров. Таким мы. И люди говорят, «Как вы можете просто исповедовать «Я, как Он», а потом что-то случается с вашим телом». Нет. Посмотрите, что произошло с Петром, когда Пётр увидел Иисуса, идущего по штормовым волнам, до тех пор, пока его глаза были устремлены на Иисуса, с ним происходило что-то сверхъестественное. Он также был, как и Иисус. Пётр был над штормом, идя по воде. Как только Он свёл Свой взгляд с Иисуса и посмотрел на сильный ветер и волны, Он начал тонуть. Он стал естественным. Подобным образом, когда мы говорим, «Мы мир и сём, как Он», что-то происходит с нами, верно? Так же и в сфере нашего тела. Одна женщина у меня в церкви сделала маммограмму, и врачи нашли в её груди опухоль, которая их беспокоила. И они сказали ей, что нужно вернуться для дальнейшего обследования. В то воскресенье я проповедовал о том, что мы мир и сём, как Он. И она показала мне заключение у врача и сказала, «Пастор Принц, посмотрите на это». Я написала, «Мы в мире сём, как Иисус. У Иисуса в груди есть опухоли. Я в мире сём, как Он», сказала она. И угадайте что, она вернулась для дальнейшего обследования, и они ничего не нашли. И в своей книге я рассказываю про женщину, которую написала нам из Америки. Она прочитала это свидетельство, которым я поделился в своей книге «Незаслуженное благоволение». Ей сделали маммограмму и обнаружили опухоль, которая обеспокоила врачей, поэтому они хотели дополнительно её обследовать. Она вернулась в той книге к этому свидетельству, и она сказала, «Господь Иисус, я в мире сём, как Ты». И она также написала, «У Иисуса в груди есть опухоли?» «Ты свободен от опухоли, так и я в этом мире». Вернулась к врачам, и они не нашли никакой опухоли. Суть в следующем. Возможно, это не произойдёт за одну ночь, но всегда продолжайте смотреть на Иисуса. И в чём бы вы ни нуждались, если вы страдаете от депрессии, просто скажите, «Господь, Ты свободен от депрессии?» «Как Ты свободен от депрессии, так и я в этом мире». Библия говорит, что Дух Святой преобразовывает нас, когда мы взираем, а не когда мы боремся. Когда мы взираем, Он преображает нас от славы в славу. Давайте откроем сейчас третью главу послания Коринфянам, второго послания Коринфянам. Я хочу обратить твоё внимание и внимание телезрителей на 9 стих. Нет, 6 стих, извините. Он дал нам способность, Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, не закона, но Духа, потому что буква убивает. Видите это? Буква убивает, осуждение убивает, верно? А Дух животворит. Откуда я знаю, что речь идёт о законе? Потому что следующий стих говорит, «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, единственной частью закона, начертанной на камнях, Джереми, является 10 заповедей». Вся остальная часть закона, говорящая об омовении рук, убийстве животных, праздниках Израиля, написана на пергаменте, на кожаном пергаменте. Единственная часть закона, начертанная на камнях, это 10 заповедей. И Бог называет это служением смерти. И иногда мы выплескиваем целые серии таких воскресных проповедей буквы. Понимаете? И медленно убиваем людей. Заметьте, здесь сказано, «Буква убивает, а Дух животворит, даёт жизнь». Когда Бог дал Израилю закон, израильтяне вам это скажут, они празднуют Пятидесятницу как день получения закона. Верно? Пасха, их первая Пасха, Израиль вышел посредством крови Агнца. На 50-й день, на первую Пятидесятницу, Бог дал закон. Верно? Поэтому сегодня иудеи празднуют Пятидесятницу как день, когда был дан закон. Мы празднуем Пятидесятницу как день, когда был дан Дух. Заметьте, когда Бог дал закон на горе Синай, 3000 человек умерло. Если вы быстро откроете вторую главу Деяний, при наступлении дня Пятидесятницы, обратите внимание на эту фразу. При наступлении дня Пятидесятницы Бог дал что? Закон? Нет. Духа. И 3000 человек были спасены. Хвала Господу. Это показывает, что буква убивает, верно? Вы станете больными. Вы станете больными эмоционально, больными физически, а благодать даёт жизнь. Когда на горе Сион Бог дал Духа, в этот раз 3000 человек были спасены. Верно? И, кстати, языки, которые они слышали, возвещали о великих делах Божьих. Тогда как, когда был дан закон, там дела человека. Не делай то, не делай это. Но когда Бог дал Духа, речь шла о великих делах Бога. Поэтому... Обратите внимание. Внимание. Меняется фокус. Да, верно. Он смещается с вас на Него. Именно поэтому Бог очень строго подходит тому, когда мы с вами живём по этой самоправедности. И он называет её запачканной. Да. Сравнивая... И мы становимся занятыми самими собой. Вместо того, чтобы смотреть на Иисуса, не смотрите на себя. Мы смотрим в себя. Достаточно ли я послушен? Почему я так себя чувствую? Почему у меня такие мысли? Мы не осознаём, что дьявол хочет, чтобы мы были заняты самими собой. Он будет говорить вам, «Посмотри на свои мысли». Фактически он будет забрасывать в ваш разум мысли, используя личные местоимения. Он не будет говорить, «Ты наркоман, у тебя нарушение питания, ты в депрессии». Он не будет так говорить, он будет говорить, «Я в депрессии». Он забросит эту мысль, и вы начнёте... Как говорит Брат Копланд, «Зачем принимать мысли, говоря...» Верно? Иисус сказал, что именно так вы принимаете мысли, говоря её своими устами. Как только вы говорите, «Наверное, я наркоман, я в депрессии». Что ж, вы принимаете её, верно? Поэтому вам нужно знать его игру. И единственный выход — это свести свой взгляд себя на Христа. «Я как Он». Именно таким и является это сражение. Нам нужно больше проповедников и учителей, которые будут указывать людям на Иисуса, делать их занятыми Христом. Понимаете? И когда они заняты Христом, Дух будет преображать их, благодаря тому, что они будут просто взирать на Христа. Верно? Это скажет пасторам и лидерам, «Не переживайте об их преобразовании». Когда вы ставите перед ними Христа, за дело берётся Дух Святой. Да, это не наша работа. Это не наша работа. За дело берётся Дух Святой, и они преображаются, взирая. Аминь. И именно об этом и говорит эта глава во втором послании. Конец главы, да. Взирая. Мы перешли от той славы, которая является неполно завершённой, которую Моисей видел в тот день. Мы перешли от той славы к этой. Вот это всё здесь является сравнением между этими двумя. Да. И он также сравнивает служение осуждения и служение оправдания, или праведности в 9 стихе. Если служение осуждения было славным, и заметьте, Бог не говорит, что те прошлые пробуждения, которые фокусировались на грехе, благодаря которым много грешников пришло к покаянию, это были настоящие пробуждения. Но они фокусировались на грехе, и Библия говорит, что они были славными. То служение было славным, но Бог говорит, что служение оправдания — праведности. Если то служение осуждения было славным, то служение праведности намного больше изобилует славы. Вы пока еще ничего не видели. В эти последние дни Бог поднимает служителей праведности, и славы этого служения будет больше. Превосходить намного больше славу того служения осуждения. И вот мы в пятницу читаем о «Тем более, тем паче». А это то, с чего мы начинали в понедельник, с 5 главы послания к римлянам. Что то, что сделал Иисус, намного больше того, что произошло через Адама. И думаю, здесь ты попал прямо в точку. Не в бровь, а в глаз. И я просто чувствую побуждение прямо сейчас поделиться тем, что Бог делает по всему миру. Если у нас есть время, откройте сейчас 23 главу Еремии. Я думаю, что это хорошо, что мы завершаем все это на этой последней передаче 23 главы Еремии. Тем, что Бог делает сейчас по всему миру. И скажу тебе, Джереми, это пророчество о наших временах. Номер один — оно скажет вам, что делает Бог. Номер два — результаты. Номер три — послание, которое проповедуется, и когда это произойдет. Очень быстро. 23 глава книги Еремии, 3 стих. «И соберу остаток стада моего из всех стран». Это наши времена. В Ветхом Завете Израиль был в рабстве только в Вавилоне. Они возвращаются только из Вавилона, но не из всех стран. Это наше время, верно? 4 стих. «И поставлю над ними пастыри». В первом стихе он говорит, «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей». Но посмотрите 4 стих. «И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их». «И произойдут три вещи, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, или не будут разочарованы и не будут испытывать недостатка», — говорит Господь. Поэтому Бог поднимает таких пастырей, как ты, Джереми, пастырей, как Брат Копланд, пастырей, которые будут пасти и питать, а не бить. Номер один — произойдут три вещи. Люди больше не будут бояться, не будут разочарованы и не будут испытывать недостатка. Верно? И каким посланием эти пастыри будут питать их в это время? Дальше говорится, из-за недостатка времени, давайте перейдём к 6 стиху. Я проповедую здесь из контекста. «Во дни его Иуда спасётся, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым буду называть его, Господь, оправдание или праведность наша, Егова Титкейну». Поэтому он не только говорит вам, что он будет делать в последние времена, наши времена. Когда Израиль возвращается из всех стран, Бог будет поднимать пастырей. И я вижу, как это происходит по всему миру, особенно здесь, в Америке. Бог поднимает совершенно новые поколения. Церковь говорит, мы не знаем, что делать с молодым поколением. Фактически из молодого поколения Бог поднимает совершенно новые поколения проповедников, которые проповедуют «Господь, праведность наша». Это то послание, которое они проповедуют. Благодать, верно? И как результат, люди не будут больше бояться, не будут разочарованы и не будут испытывать недостатка. Мы должны читать этот стих в контексте. Послание состоит в том, что Господь — праведность наша. И когда это произойдет, в следующий стих, 7 стих, «Посему в вод наступают дни, — говорит Господь, — когда уже не будут говорить, — «Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетская». В Ветхом Завете верно? Верно. Это исход. 8 стих. «Но жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной». Мы видим, как это сейчас происходит. Другими словами, когда вы видите, как это происходит, послание для этого времени, и не только из земли северной, из всех земель, куда я и знал их, и будут жить на земле своей. Мы видим, как евреи возвращаются в Израиль, из России и всех стран. Это время, когда Бог говорит, «Я восстановлю это послание. Я буду восстанавливать для церкви это послание. Господь — праведность наша». Господь праведность. Верно? Я буду поднимать пастыри в это время. Я буду поднимать пастыри, которые будут проповедовать это послание. И люди не будут больше бояться, не будут разочарованы и не будут испытывать недостатки. Это не то, что мы являемся своей собственной праведностью. Очень хорошо. Но что Иисус — наша праведность. Господь — праведность наша. И мы говорили об этом, когда камеры были еще выключены, что Давид, глядя вперед, смотря на нас, действуя в своем призвании пророка, сказал, «Его праведность пребудет вечно». Это его праведность. Превосходно. Это дар праведности, пребывающий вечно. Да. Да. И увяжите это с исцелением наших тел, потому что эти две вещи не являются двумя разными темами. Это не является одним посланием, а исцеление другим. И в первом послании Петра 2, 24 говорится, «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Или праведности. 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 И опять-таки, о чем вы думаете, когда думаете о праведности? Некоторые люди думают, «Избавившись от грехов, мы живем для правильного поведения». Верно? Это дар праведности. Но на этом стих не заканчивается. Так что это еще не вся истина. «Избавившись от грехов, жили для праведности». Двоеточие. «Ранами его вы исцелились». И само это предложение сформулировано не совсем обычным образом. Оно говорит, «Жить для праведности» — это является исполнением «ранами его вы исцелились». Другими словами, когда вы понимаете, что вы праведны, будет происходить исполнение того, что Христос делал своими ранами. Когда вы пробуждаетесь к тому факту, что вы праведны, вы исцелены в вашем теле. Да. И затем это проявляется снаружи. Да. Я думаю, что именно здесь люди это и упускают, потому что они пытаются получить исцеление, они слышат об исцелении, и это все хорошо, но суть в том, что они пытаются получить исцеление из греховного сознания. А это невозможно. Фактически, что интересно. До того, как был дан закон, Джерми, Библия говорит, что грех был в мире. В Послании к римлянам говорится, что до закона грех был в мире. Задумайтесь об этом. До того, как был дан закон, люди жили по сотни лет. И они были грешниками. У них был грех. Но они не были осужденными. Они не чувствовали себя осужденными за свои грехи. Я не говорю сейчас, что это правильно или неправильно. Я просто говорю, что люди без закона, без чувства осуждения и вины, они жили по сотне лет. Угадайте, что произойдет, когда мы удалим закон из тела Христова. Будет восстановление долголетия. Аминь. Как, наверное, вы знаете, тема долголетия занимает важное место в этом служении. Моя бабушка Глория очень много о ней проповедует. Мы говорили об этом. Читая восемьдесят девятый псалом, люди думают, ну, это столько, сколько Бог нам дает. Семьдесят или восемьдесят лет. Но это не для нас. Не так ли? Не для нас. Если вы прочитаете контекст этого отрывка, восемьдесят девятый псалом говорит о днях лет наших. Если вы очень быстро откроете восемьдесят девятый псалом, то Библия говорит очень ясно. Она говорит нам, что дней лет наших 70 лет. Верно? Вот оно. Десятый стих. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. Но посмотрите на контекст, на предыдущие стихи, где говорится о его гневе. Девятый стих. «Во гневе твоём». Все дни наши прошли во гневе твоём. И посмотрите на стих после этого, одиннадцатый стих. «Кто знает силу гнева твоего?» Хорошо? Поэтому это его гнев. Израиль в пустыне жил во гневе Божьем, верно? Поэтому они жили только 70-80 лет. Они чувствовали Божий гнев. Представьте себе людей, которые постоянно чувствуют гнев Бога. Или какого-то человека, обладающего властью, даже родителя. Знаете, если вы чувствуете, что ваш отец всегда гневается на вас, это может доказать влияние. Я знаю детей, которые выросли больными, имея неизлечимые заболевания или ещё что-то. Теперь они уже взрослые люди, но они не знают, откуда это пришло. Всё из-за чувства гнева в их жизни. Представьте, что мы освобождаем тело Христово от этой лыжи. Следующий псалом поможет нам. Следующий псалом для нас. Долготую дни. Долготую дни. Бог насытит нас. Это для нас. Аллилуйя. Что же у нас осталось буквально минуты на этой передаче? Я хочу, чтобы вы помолились молитвой веры. Есть люди, которые смотрят эту передачу, и которые верят Богу об исцелении их тела. И сегодня их день, чтобы принять это. С удовольствием. Друзья, я хочу объявить вам, что все ваши грехи прощены. Я знаю это, потому что если вы верите во Христа, я знаю из Слова Божьего, что ваши грехи прощены. Прошлое, настоящее и будущее. Пожалуйста, можете сделать мне одолжение? Вы можете простить себя? Перед тем, как я за вас помолюсь, скажите, во имя Иисуса. Если вас, к примеру, зовут Джордж, скажите, «Джордж, я прощаю тебя за все те глупые вещи, которые ты сделал. Я прощаю тебя». Некоторые из вас пинают себя, бичуют себя, причиняют себе боль. Вам нужно простить себя. Это такое же непрощение. Не прощать себя. Поэтому, друзья, я чувствую, что многие из вас причиняют себе боль, бичуют себя. И именно поэтому к вам и пришла эта болезнь. Из-за этого чувства осуждения, этого чувства вины. Вы наказываете сами себя. Но переведите свой взгляд себя на крест. Посмотрите на то, что сделал Христос. Его бичевание было вашим бичеванием. Его осуждение было вашим осуждением. Поэтому, друзья, прямо сейчас я провозглашаю вас полностью прощенным. Спасибо тебе. За все ваши грехи. Примите эту любовь. Примите это прощение от Бога во имя Иисуса. И я провозглашаю ваше тело во имя Иисуса исцеленным и целостным во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господи. Почему? Потому что Бог любит вас. Во имя Иисуса. Аминь.